Что касается улицы моей родной, Кронштадтской, она как была, так и осталась, ничего там не изменилось, даже асфальт не положили и даже канализацию не провели до сих пор. Мэрию Воронежа возмутило заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева об ужасном состоянии частного сектора в Левобережном районе. В городской администрации в очередной раз пообещали, что канализацию все-таки сделают за 63,5 миллиона рублей. На этот раз точно. Мы решили посмотреть, как в 2020 году живут в Воронежце на Кронштадтской и выяснили, помогает ли им мэр Вадим Кстенин. Тоже никто не знал? Да, он тоже мэром. Никак он нам не планировал. Мэра я не знаю, я к нему не обращалась и ничего нам не помогает. Как вам здесь на этой улице живется без асфальта и без канализации? Никто, ни уличком никто не работает, никому не надо. Плохо, очень плохо. Дороги нету. Канализацию уже 11 лет прошло. Кто, где, что? Она проведена, вон. Ага, бесполезно. Неудобно, зимой вообще не чистят. Очень плохо, особенно когда вот весна, осень, грязь, машина ездит, тут вообще не пройти. Грязь по колено, и лужа, и все. Канализацию нам подводят. Начали уже, проложили трубы. Мы пока особо не брались за это, за асфальтирование, потому что у нас еще нет канализации. Трубы проложены. Канализации нет. Это что? Причем это миллионы. Миллионы, конечно. И закопали, освоили деньги, отчитались. Все хорошо, отлично. Пуговица пришита крепко, как Райкин говорил, крепко. А костюм почему такой кривой? А мы за костюм не отвечаем. Вот в данном случае это то же самое. Ну это уже так, как бы отвлечение, да? А так, люди там хорошие живут.